Думайте точными формулировками. Я пришел к выводу, что основная проблема нашего мышления заключается в том, что мы думаем слишком расплывчатыми и туманными формулировками. То есть, мы слишком не точно формулируем все. Желания, действия, факты, вообще все. Например, мы не точно формулируем желания. То есть, мы думаем, допустим, хочу что-нибудь съесть. Это непонятно, что это за желание, непонятно, что тебе конкретно хочется, непонятно, что делать. А если подумать более точно, более точно сформулировать, я хочу съесть сливочного мороженого, тогда понятно, что ты хочешь. То же самое с действиями. Не просто мне надо где-то взять это мороженое, а встать, одеться, пойти, выйти на улицу, дойти до мороженого ларька, купить мороженое за такую-то сумму и так далее. Тут, опять же, понятно, что делать. То же самое касается описания фактов. Например, у меня в квартире бардак. Это, опять же, непонятно, о чем речь. А вот у меня на столе и шкафах очень много пыли, например. Это конкретно. То есть, понятно, в чем факты, понятно, в чем проблема, понятно, как это исправить, если это тебе не нравится. Соответственно, наше мышление очень часто представляет собой такую фразу из сказок «Пойди туда, не знаю куда принести, то не знаю что». Но если в сказках эту задачу можно выполнить, то в реальности такого не бывает. В реальности всегда надо точно для себя сформулировать, куда пойти, каким путем пойти, что принести и так далее. Поэтому думайте точными формулировками. Всегда максимально точно формулируйте все, что думаете. Максимально подробно, конкретно, однозначно и так далее. И тогда ваше мышление начнет действительно приносить вам пользу.